Привет, ребята, опята! 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 Меня по-прежнему зовут Дарья. Сейчас у нас 31 декабря 2020 года, а это значит, что пора подводить итоги, что я успела сделать, как вообще я поживаю, какие планы на будущее. Поэтому сейчас садись поудобнее и погнали смотреть. Итоги 2020. Да, я понимаю, что этот год выбился отвратительным почти для всех, но давайте мы будем про вот этот весь негодись сегодня рассказывать, и так всем понятно, все ясно, да? Давайте от этого отойдем. Поэтому я лучше поделюсь, какие же успехи, какие же инновации, вообще, что я смогла и успела сделать за этот 20-й год. Итоги 2020. Начнем с того, что этот 20-й год я начала с создания доски желаний, где вот это все выписала, все приклеила, все нарисовала. Поэтому эта доска мне каждый день усолила глаза, прям я ее видела, прям зеркала взглядом. И я знаете, что скажу? Эта штука работает! Многое, что я сюда нарисовала и приклеила, оно сбылось! Я не знаю, как это работает. Вот это, возможно, когда ты видишь цель, идешь к ней, и ты ее достигаешь, возможно, из-за этого. А, возможно, то, что какие-то были конкретные цели. Поэтому, если вы тоже захотите делать такую доску желаний, ставьте конкретно. Что вы конкретно хотите? Не абстрактные картинки с Пинтереста, да? Нет. А вот конкретно напишите, что бы вы хотели достичь за определенное количество времени. Итоги 2020. Ну, а теперь давайте вам расскажу, что же тут написано, что же тут зашифровано, и чего я добилась, и чего нет. Вот эта картинка Гринписа, я подразумевала вернуться к спасению планеты. Многие, наверное, не знают, но я увлекаюсь направлением ЗРВС, сокращение потребления всяких там ненужных вещей, сокращение отходов, то, что можно отремонтировать, лучше отремонтировать, а не выкинуть. Ну, то есть вот такое вот направление. Но из-за того, что я устроилась работать тогда в Гринпис, и мне попадалось очень много негативных людей, я как-то перегорела, так я думаю, ладно, вернусь. Но в итоге за этот год я не вернулась. Но, по крайней мере, знаете, я думаю, что это успех, потому что я уезжала на три месяца летом в родной город, и ребята продолжали носить на переработку в Торсарьё. Я считаю, что это успех, это победа. По крайней мере, небольшая, но для меня тоже важна. Поэтому не могу сказать, что я полностью выполнила вот себе вот это обещание, вот эту вот цель, но продолжила. Итоги 2020. Далее, что у меня тут нарисовано? Это стать репетиторкой по укулеле. И прикиньте, я реально стала. Ну, вот единственное, на этой картинке показано, что вживую человек сидит, обучает другого, но ввиду то, что сейчас всякие там коронавирусы и все дела, всякие эпидемии ходят, гуляют, мы сидим все на удаленке. Но прикиньте, я прям реально начала преподавать по укулеле, прям людей учу с нуля, кто-то не с нуля, у всех разлурный просто. На самом деле, я этим горжусь, потому что не зря же закончила учиться на учителе музыки. Я недавно поняла и осознала, что я ведь работаю по профессии. Итоги 2020. Далее у меня есть вот такая вот картиночка, и написано на обратной стороне «Купить комбик». Да, на тот момент я хотела купить себе усилитель вот такой. Можно было подключать укулеле, чтобы она звучала громче. Скажешь, что это вообще непонятно, что Дарья, купи нормально себе электрогитару, играя погромче. Но, извините меня, мне нравится укулеле, я не собираюсь пока играть на гитаре. И тогда я хотела купить комбик, но ввиду того, что у меня появилась укулеле, которая звучит без подключения, как подключение, поэтому отпала вообще необходимость покупать комбоусилитель. Но, возможно, когда-нибудь я что-нибудь такое учню. Захочу играть в настоящий рок, там, на басу, на электрогитаре. Я, конечно, не забылась об этом, но, как бы, пока он не... Итоги 2020. Вот это пошла жарень, потому что я себе ставила цель выпустить сборник по укулеле. Я его выпустила. Вот эта цель для меня была очень важна, чтобы выпустить, наконец-таки, этот сборник, потому что идея выпустить сборник у меня еще была, когда я писала дипломку в колледже, когда я его выпускалась. С тех пор у меня эта мысль, Дарья, давай, давай, давай. В итоге я выпустила этот сборник, но он выглядит не вот так, немножечко ущербно, сейчас вам покажу. Он всегда стоит у меня на злоке в плане на полочке, но он, если что, в электронном виде, вы можете его приобрести. То есть вот такой вот сборник, про который я каждый раз жижу в видосах, и в этом тоже не исключение. Так он так выглядит. Он весь красивенький, изысканный. Без лишней воды написан, и я считаю, что это прям вот прорыв. По шагам название соответствует внутреннему содержанию. По шагам, как купить, и как играть барей, и зачем нам это надо, и какие фишки, плюшки, аксессуары бывают для укулеле. В общем, тут все расписано, подписано. Если вас заинтересовала такая штука, то я оставлю ссылку в описании, где его можно приобрести. Почекайте, посмотрите. Я прям горжусь. Кстати, знаете, почему он так красиво выглядит? Потому что мы делали его вместе с Наташей, иллюстраторкой моей. Наташа, Натусик, чудо-ручки, я ее обычно называю. Вообще, как мы познакомились здесь, она мне просто написала в директ в инстаграме, типа, блин, Дарь, у тебя клевые видосы по укулеле. Я такая, спасибо. Я смотрю, у нее какая-то аватарка такая яркая. Я ему зайду, посмотрю, может, она что-нибудь рисует. А мне как раз в тот момент нужно было делать новый баннер. Блин, Наташа, ты че рисуешь на заказ? Она такая, да. И с тех пор мы сделали и мне баннер, хайлайты, какие-то заставки, какие-то картинки. И в том числе сделали полноценный укулеле-сборник. То есть он выполнен прям вау. Вот прям, когда ты его смотришь, думаешь, какая огромная работа была проделана, чтобы его сделать. Итоги 2020. Но если немножечко продолжить, что мы еще сделали с Наташей, то мы выпустили вот такой мерч, как я называю. Вот такие наклеечки, которые можно отлепить, не нужно их вырезать. И вот такие открытки. Тут, между прочим, я. То есть у меня в этом году появился такой небольшой свой мерч. Дарь, ты доросла, ура! Итоги 2020. Дальше на этой доске у меня есть картинка Инстаграма. Тут написано на обратной стороне, что начать развивать Инстаграм. Потому что там вообще все по-другому, формат другой. Надо что-то пробовать, не только сидеть на Ютьюбе. И для меня это было очень страшно. Типа, нужно же сделать фотографии, нужно написать текст. А я вообще писать не умею. Ну, в плане, типа, писать-то я умею, а красиво написать. Это вообще другой вопрос. Только, наверное, в середине сентября я начала, наконец-таки, что-то делать по Инстаграму. Делать профиль, свою ленту красивую. Сторисы снимать до этого. Я вообще сторисы не снимала. Могла раз в неделю снять. Вот серьезно, я преувеличиваю. Раз в неделю снять и забыть про это. Сейчас я каждый день что-то выкладываю. И активность поднялась. И всем так интересно, что я делаю, что я снимаю. И в Инстаграме теперь я веду каждую неделю во вторник в 6 часов вечера по МСК прямой эфир. Можете заглядывать, посмотреть. Подарки там еще дарю. Для себя я считаю, что я с этой целью более-менее справилась. Не могу сказать, что на 100%. Типа, я прям стала инстаблогершей. Фоткаю, завтрак. Че-то начала. Мне же цель была начать. Итоги 2020. Также у меня здесь есть картинка с медитацией. На задней стороне написано быть в гармонии с собой. Что я вообще подразумевала? Чтобы наконец-таки начать себя слушать. Начать себя слышать. Че-то делать. Очень хороший момент. Стань, иди, ишь. Че-то надо же делать. Так странно, пафосно звучит. Вот сейчас говорю это вслух и понимаю. Блин, Дарья, слишком ванильно. Давай попроще. Ну, короче, че я имела в виду? Начать какие-то минимальные упражнения. Делать хотя бы небольшую зарядочку. Шагать шаги. Потому что очень долгое время я монтировала, допустим, предыдущий год вот так вот лежа. Целый день от начала до конца. Не выходила на улицу. Потому что, а зачем? Можно дома же сидеть. Потом у меня начала болеть спина. Начала себя неважно чувствовать. Я такая думаю, Дарья так больше продолжаться не может. Надо что-то делать. Вот в этом году мы начали дело с девочками. Например, йогу сейчас. Я делаю зарядку, пью воду, наслаждаюсь жизнью. Я считаю, что я с этой целью тоже как-то справилась. Потому что я начала что-то предпринимать. Не такая, ой, я со следующего года, там, или со следующего понедельника начну заниматься спортом. Вот это все трым-пым-пым. Блин, нет, это так, оказывается, не работает. Прикиньте, если вы говорите, что с понедельника начнете, вы не начнете. Для меня делать какие-то сильные упражнения, да, кардио, для меня сложно. Я лучше что-то там поролонусь вот так вот, похожу. Мне вообще все будет. И сейчас я это делаю. Я чувствую себя намного лучше. У меня есть энергия. Энергия. Поэтому не то, чтобы ПП, ЗО, ШТР, ПП, все дела. Да, наверное, знаете, как бы скажу, у меня появился режим дня. У меня до этого вообще не было режима дня. Вот сейчас у меня появился. Поэтому гармония с тобой. Итоги 2020. Дальше я ставила себе цель начать больше снимать видео. Ну, именно не разборов таких вот, а каких-то прям видеоработ. Режиссовская точка зрения. Эта цель так и осталась целью. То есть я вообще ни капли к ней не приблизилась. Видимо, она потеряла вообще какой-то смысл, какую-то актуальность на данный момент. Вообще, я хотела отремонтировать камеру, которую я монтировала еще с того года. Эту штуку я себе делала для того, чтобы я наконец-таки отремонтировала ту камеру, которую я разбила два года назад. И прикиньте, на момент записи этого видео я до сих пор ее не отремонтировала. Вы можете возникнуть вопрос. Дарья, а что сложного? Отнеси в ремонтку. А я вам отвечу, что я уже отнесла в четвертый ремонтный сервис, который мне до сих пор не починили. Знаете, это будет забавно, если я, когда подведение итога 2021 года, буду говорить, прикиньте, я до сих пор не починила камеру. Короче, я очень надеюсь, что в следующем году я ее починю. Короче, посмотрим, если у меня это будет цель, если я захочу ее достигать, я ее достигну. Я, знаете, что поняла в этом году? Если вот что-то реально хочешь, ты это реально достигнешь. Эта цель чисто просто осталась у меня картинкой, и ничего пока не хочу по ней делать. Итоги 2020. Дальше. Самый главный момент пошел это получить кнопку YouTube. Если бы правда ставила цель в январе 2020 года, что, Дарья, давай-ка вот мы постараемся, да, и получим кнопку от YouTube. Сейчас она, конечно, выглядит нового образца. Если что, анбоксинг на эту кнопку выйдет уже скоро на днях. Когда я ставила эту цель, на канале было 30 тысяч людей, и для меня это было немножечко так. Типа, ну, Дарья, это что-то за грани возможного, потому что за год собрать на такой нише узконаправленно невозможно. Типа, Дарья, ну ты понимаешь, да, это как бы заоблачная цель. Но я ее поставила, и такая, а почему бы мне не пойти на эту авантюру и действительно собрать аудиторию за год, чтобы получить эту кнопку. То есть вот эта кнопка, она как такова, это вообще, ну, типа, это просто какой-то предмет, какой-то кусок, ценности никакой не имеет. Но она ценна для меня внутренне, что столько сил я потратила, и я ее получила. Поэтому обязательно посмотрите потом все эмоции и вообще про мой путь становления блогера в распаковке этой кнопки. То есть я ее получила, и это серьезно? То есть все достижимо? Реально, ребят, все достижимо, если вы что-то начнете делать, хотя бы чуть-чуть. Наверное, рейтмотив этого видео встань и иди. То есть ну хотя бы что-то начните делать, если вы действительно этого хотите. Вот на примере английского, все хотят этого выучить. А для чего? Какая конкретная цель? Какую конкретную цель ты преследуешь, чтобы выучить? Вот я могла тоже бы тут написать, типа, вот, я хочу то-си-боси на поодноси, в Москву-сити я хочу жить. А для чего? То есть стать не заоблачной целью, а какая-то достижимая, если постараться. Ага. Итоги 2020. Дальше на доске желаний у нас была вот такая вот картиночка, где написано съездить в Абхазию. Да, мы хотели с ребятами съездить в Абхазию летом, потому что Илья рассказала, что она была там в детстве, там было очень красиво, она ела вкусно хачапури, пила вино, и вообще было так тепло и красиво и уютно, и не так дорого. И мы такие, блин, да, ребят, давайте мы поедем. Ну, то есть это было зимой до коронавируса. Давайте мы, типа, поедем. Мы хотели реально поехать, но, как вы знаете, пришла беда, откуда ее не ждали, и в итоге мы все сидели дома и никуда не поехали. Но я очень хочу действительно съездить, потому что ни разу не была на море, у меня даже нет загранника, никуда не ездила на море, не видела красоты, не ела вкусное хачапури. Поэтому вот эту цель, я думаю, что мы выполним в следующем году. Итоги 2020. Дальше я ставила себе цель провести мастер-классы по Укулеле, то есть я прям действительно хотела перед кем-то выступить, что-то рассказать, полезности поделиться, но как мы уже все поняли, да, что произошло в этом году. И я такая, уже конец года, а я так и не выполнила свою цель, думаю, блин, Дарья, нужно же хотя бы что-то попытаться сделать. И под конец года я поняла, что, блин, вся эта тягомотина продлится еще очень-очень долго, а ждать в море погоды непонятно, когда это все закончится, бессмысленно. И я начала в Инстаграме вести каждую неделю прямые эфиры, и я считаю, что... И черт, это как вариант. Как можно было достичь цель, ну, то есть прям реально мастер-класс. Итоги 2020. Дальше я ставила себе цель, а это деньги, прикиньте, невероятно. Я себе тут записала, зарабатывать, чтобы хватало на все, что мне нужно. Я понимаю, что Дарья, это так прагматично, ну, деньги, это плохо. Я поняла, что в нашем почему-то обществе не принято говорить о деньгах, я не понимаю откуда, почему так произошло. Я прям действительно себе ставила цель, начать зарабатывать самостоятельно, а не просить у родителей деньги. Папа, пожалуйста, скинь на хлебушек. Хотя бы какие-то свои потребности закрывать, чтобы мне хватало на нуждах, чтобы Джорджу можно было на что-то купить корм. Я ставила такую цель, и я думаю, что я ее достигла, потому что я не сидела сложа руки, опять же, да, что-то делала. А если ты что-то делаешь, то тебе это по-любому какой-то фидбэк принесет. Я не могу сказать, что я греблю миллионы, это очень странно у меня. Я молода, бодрая и весела, мне всего 21. Я понимаю, что тиктокеры сейчас зарабатывают очень много, но, по крайней мере, я начала действительно опонимать, что как это вообще зарабатывается, откуда берутся деньги. Я не могу сказать, что деньги делают тебя сейчас обивым, богатым и таким радостным. Блин, нет. Деньги тебя делают уверенным и спокойным, потому что ты просыпаешься, и ты знаешь, что все хорошо, у тебя есть какая-то финансовая подушка, ты можешь дальше творить, что там хочешь. Как-нибудь и когда-нибудь я могу записать вам видео, как вообще, где я работала, откуда у меня были деньги. Если вам надо, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли оно вам. Итоги 2020. И последний пунктик из моей доски желаний, это картинка. И на обратной стороне тут написано просто одно слово творить. Честно, вот я не могу сказать, что я как-то продвинулась в этом плане. Я даже не знаю, почему я очень мало уделяю времени своему хобби. Потому что раньше для меня была укулилия чисто как хобби, что я могу что-то подрынкать. Потом постепенно-постепенно это перестал в такую полноценную работу, что я забыла, кого это творить-то. Ну а если говорить не только про укулили, то в этом году я для себя открыл такую штуку, что можно делать бумагу из бумаги. Чё бумага из бумаги, Дарья, это как? Я как-то показывала в видео, или у меня в инстаграме есть полноценный видос, DIY, как же сделать из обычной газеты новую бумагу. Если вам нужно, я могу заснять отдельное видео, прям вот полноценное, как же можно сделать бумагу из бумаги. Я делала разных цветов, но это примерно вот так вот выглядит. Я за это время сделала такую огромную стопку этой бумаги, вообще я начала делать это в марте, чтобы просто отвлечься. Потому что когда нас всех посадили на этот карантин, и я снимала очень много видео по три раза или по четыре в неделю, чтобы не свихнуться, то я начала делать вот такую вот бумагу, и меня это прям реально спасло, я отвлекалась, я прям кайфовала, что реально можно сделать. Итоги 2020. Теперь давайте вам расскажу те вещи, которые не были у меня в доске желаний. Вообще какие-то инсайды, которые произошли у меня за этот год, я также сейчас отдельно расскажу. Наверное, такой важный момент все равно, это то, что я постриглась. Наверное, уже многие привыкли, что у меня такая длина волос, или вообще кто-то на меня подписался, когда у меня уже была такая длина волос. Но могу рассказать, раньше были длиннющие волосы, прям коса до пояса. В том году у меня была такая кореха, которая ходила у меня во дворе, есть девочка с Кореи, это про меня была песня. И я такая думаю, блин, так неудобно с этими волосами, их нужно мыть, что у меня очень густые волосы. И в середине лета я подумала, а почему бы мне не сделать короткую прическу? Потому что у меня в детстве была короткая прическа, но я тогда, у меня не было права выбора, меня просто стригли. А тут я сама осознательно, осознанно пошла, говорю, а давайте-ка мы сострижем. Знаете, это такой кайф, то есть вам не мешают волосы, они быстро сохнут, ты можешь их как-то красиво уложить. Да, вот единственное, нужно укладывать, потому что потом ты ходишь как гаврош, если ты их не уложил. Прям так удобно, ничего в глаза не лезет, тебя прям ставлю, ты прически 10 из 10, ребят. Смотрите, такой момент, очень многие начали мне писать, что я похожа на пацана, я трымпы-пы, меня путаю с пацаном, но знаете, что я вам скажу? Это ваши проблемы, вот серьезно, типа я чувствую себя очень комфортно и не нужно думать, что если короткая прическа, это значит обязательно пацаняческая прическа. Или, например, длинные волосы, это только девчачья прическа, нет, абсолютно длина волос никак на это не влияет. Человек себя чувствует комфортно, как он чувствует комфортно, я могу хоть лысый быть, вот реально, я вот сейчас на полном серьезе говорю, я если захочу, я реально могу постричься на лосо. Это никак не будет на меня влиять, кто я там, непонятно кто, кто я? Кто я? Ну, про мою длину волос поговорили, давайте пойдем дальше. Итоги 2020. В этом году у меня появилось в моем арсенале инструментов 4 новые укулеле и 1 гиталели. Кстати, на все эти инструменты у меня есть анбоксинг полноценный, если что, я вам сейчас кину вот этот плейлистик, потом посмотрите на досуге. Честно, у меня даже не было такой цели, типа завестись новыми инструментами, но как-то так само получилось. Да, и сейчас информация для тех, кто мне писал, типа, Дарья, а будут ли разборы на гиталели? Будут, реально будут. Будут, я какие-то фишки-плюшки уже там освоила, но не прям погрузилась. Гиталели это прям вещь, для меня это пока загадка. Но постепенно, постепенно, я думаю, что какие-то разборчики я буду специально делать для гиталели. Итоги 2020. Такой момент, что помимо ютюба и то, что начала вести инстаграм, я начала вести тик-ток. Для меня это было прям открытием. Типа, я такая, блин, капец, что это за место такое непонятное, что такое тик-токи? Конечно, первое время я скептически относилась, как можно туда что-то снимать? Я начала вести тик-ток с марта месяца, и на данный момент уже около 90 тысяч подписалась. То есть, чтобы собрать аудиторию в 90 тысяч людей, мне потребовалось очень много времени на ютюбе. А здесь за пару месяцев я собираю такую аудиторию в тик-токе. И я такая, чё? А как это работает? И то есть люди, которые узнали про меня из тик-тока, переходят ко мне на ютюб, переходят ко мне в инстаграм, учатся играть на укулеле. Многие ребята, кто у меня сейчас учатся онлайн, они нашли меня через тик-ток. Тик-ток для меня это какое-то полнейшее открытие, что ещё бывает какая-то соцсеть, а полотень просто невероятно. Позовите меня свой хаос. Кстати, все шутки про хаос, у нас есть свой, Татар Френд Хаос, между прочим, как бы... Итоги 2020. Такой момент, вот сейчас я посмотрела себе заметка, в том году ребята меня называли, а мы живём с друзьями, ребята меня называли, типа, я ж мать, потому что у меня было очень много хомяков, и я каждый раз говорила, вот это мой хомячочек, это мой хомячочек, там это мой Джорджик, это моя Луна. Но сейчас остался только один хомяк, потому что все просто оборзели и мы их отдали в хорошие руки. Сейчас со мной только Джордж. В этом году я переплюнула себя, теперь я не я ж мать, а я бабка, как меня Саша называет, потому что я просыпаюсь в 6 утра, вот серьёзно, без преувеличения я стою в 6 утра, начинаю греметь, начинаю кряхтеть. У вас может возникнуть вопрос, Дарья, зачем ты стоишь в 6 утра? А я скажу, что, во-первых, если ты что-то хочешь достичь, у тебя должен быть режим дня. И режим сна тоже у тебя должен быть, у тебя всё должно расписано по часам. Не абы как где-то проснулся в час-два дня, пока разошлось уже время ужина, который у тебя уже завтрак, да? И так день не прошёл, нет, я хочу проживать день прям продуктивно, чтобы я не зря прожила этот день, поэтому у меня сейчас стало супер много энергии почему-то. Почему-то очень странно, да, возможно, то, что у меня есть режим дня, Дарья, а? Да, я бабка, и что с этого? Это я продуктивная бабка? Итоги 2020. Такой момент, ну, это больше уже внутреннее какое-то состояние, я поняла, что я действительно начала жить. Не просто прожить абы как день, а вот прям реально жить. У меня есть какая-то цель, возможно, действительно у тебя появляется жажда жизни, когда у тебя есть какая-то конкретная цель, и ты горишь каким-то делом, и я вот думаю из-за этого. Я прям реально живу, я прям наслаждаюсь то, что я делаю, и это прям так... Мне греет душу, что я занимаюсь действительно тем, что мне нравится, а не просто, что, ну, прожить ещё день, круто, классно, да. То есть у меня есть какая-то цель, и я иду к ней, я морю, контактанку. Итоги 2020. Сейчас я вам скажу такую вещь, что я действительно в этом году начала чувствовать себя на свой возраст. То есть мне сейчас 21. Раньше до этого я чувствовала себя только там лет на 16, 17. А вот в этом году я прям реально чувствую, что мне 21, и я уже столько смогла достичь, и сколько ещё достигну. То есть у меня ещё впереди, я молода, свежа, ободрая, весела. Не знаю, у меня какое-то внутреннее такое чувство, как будто огонёк внутри меня, который говорит, блин, Дарья, ты столько много проделала, и тебе ещё всего только 21. А чё будет дальше? Дальше будет пушка-разрыв, конечно. Придумай что-нибудь вообще обалдеть и напрочь. Итоги 2020. У меня была такая цель в этом году научиться более-менее говорить без сценария на камеру. Для меня это было очень сложно, потому что каждый раз, ну, я не могу сказать, что я прям 100 из 100 достигла эту цель, но, по крайней мере, для меня раньше было суперсложно что-то говорить на камеру. Вот прям серьёзно. И тогда я в начале года поставила себе цель, блин, Дарья, ты будешь снимать каждый месяц моменты жизни, выпускать моменты жизни, которые, между прочим, я выпустила. Единственное, декабрь сейчас я демонтирую, и на новогодних каникулах он выйдет. И, блин, я думаю, что это действительно помогло, потому что сейчас я вам записываю это видео, но я чувствую себя комфортно, у меня нет вот этого тремора, который у меня раньше был, мне чуть ли не трясло, типа, как без сценария, что вы так говорите, это просто невероятно, что делать? Не знаю, на самом деле судить вам, как получается ли хорошо мне говорить на камеру или нет, но я буду дальше практиковаться, я буду дальше к чему-то стремиться, чтобы чувствовать себя комфортно, а не просто как истукан такой, камера включилась, рэкер такой. Продолжая тему про моменты жизни, для меня это был сначала очень странный формат, я не понимала саму структуру, что, блин, показывать, но вот только недавно я поняла, что я хочу видеть, и я вижу по вашей обратной связи, что это действительно интересно смотреть, наблюдать за всеми, как я поживаю в этом татар-френдхаусе, мы помним давно свой хаос, зачем нам это тик-так? Ну а кому стало интересно, что же такое моменты жизни, то у меня есть целый плейлист на канале, обязательно потом почек и посмотри. Итоги 2020. И вообще, если выводить какой-то итог по этому году, то действительно очень много сил, энергии и выхлопа я получила за этот год, то есть столько всего событий произошло, я понимаю, конечно, что карантин не самая веселая штука, но мне кажется, благодаря вот этому событию, что все сидели дома, произошел какой-то скачок, то люди начали переходить больше в онлайн, и не бояться онлайна, реально можно что-то обучиться в онлайне, не нужно ходить на работу, чтобы работать, можно работать из дома. Все фрилансеры такие, ну да, ну да, давай, ага. Для моего канала и для меня внутренне это тоже как-то повлияло, что я стала дисциплинирована, то есть если ты хочешь что-то достичь, ты просто, блин, это достигаешь, чтобы это не прозвучало как-то ошибочно. Я тоже не идеальна, и это нормально, мы все люди. Просто я хочу вам донести важную вещь, что не бойтесь что-то делать. Да, может у вас что-то не получится, но круто же, что у вас что-то не получится, зато мы попробовали. Просто я хочу до вас донести, что не нужно писать там на бумажечке какие-то, там цели поджигать в шампанском что-то, выпивай в бой курантов. Просто, блин, начните что-то делать. Серьезно, и вы поймете, что... И вы будете ощущать примерно такие же эмоции, как сейчас происходят у меня, что, блин, всего за один год вы столько сделали. Обалдеть! То есть просто у вас появилось желание, у вас появились силы, у вас появилась цель, к чему вы идете. Поэтому я хочу вам всем пожелать, кто меня сейчас смотрит, кто меня сейчас слушает, как подкаст, мало ли, да? Вот сейчас подкасты популярные, я сама подкасты слушаю на Яндекс.Музыке. Обалдеть! Просто прикольная вещь! Найдите именно то дело в своей жизни, найдите какую-то цель, найдите себе какое-то занятие, которым действительно вы будете гореть, вы будете с такими горящими глазами просыпаться каждый день, хотеть ее дальше-дальше реализовывать, и по итогу вы потом, под конец года поймете, что, блин, я так много сделала за этот год, я прожил этот год не зря. Вот серьезно, я могу с уверенностью для себя сказать, Дарья, блин, ты молодец! Поэтому, ребята, главный месседж этого видео, не потому что я такая, ой, какая хорошая, продуктивная получилась, да, в этом году, нет, моя задача сейчас вас тоже зарядить на новые свершения, новые события в вашей жизни, просто, пожалуйста, делайте какие-то вещи, пусть у вас что-то не будет получаться, да, у меня тоже какие-то вещи не получились, какие-то потеряли для меня смысл, какие-то просто чисто, ну, вот не получилось, не фартануло в этом году, да, вот Абхазия, я хочу в Абхазию, я хочу покушать черчхелки. Ребята, я вас верю, вот прям реально, спасибо, что вы со мной были весь этот год, вы учились вместе со мной, развивались вместе со мной, вы смотрели меня, вы писали мне, это обалденно, я прям чувствую такое сближение нашего с вами комьюнити, что не просто вы смотрите, а, ну, прикольные видосики Дарья снимает, а то, что мы можем с вами пообщаться. Ребята, вы клевые, спасибо, что вы были этот год. Я сейчас как-то слащаво скажу, но если действительно вы бы не смотрели, то всего бы этого я не могла достичь. Цель, когда я все это делала, чтобы, блин, чего-то, кого-то научить. Не то, чтобы доказать себе, а показать на своем примере, что, блин, все возможно. Поэтому я желаю, чтобы вы были живы-здоровы, ваши родители были живы-здоровы, все были живы-здоровы, все было с вами хорошо, у вас была гармония внутри по жизни, ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока!